16-ти квартирный дом и однокультурный центр построят в селе Эсса Быстринского района. Об этом рассказал Владимир Илюхин в ходе своей рабочей поездки, где он встретился с депутатским корпусом муниципального образования, руководителями крупнейших районных предприятий и социальных учреждений, а также жителями. Они обратились к губернатору с просьбами помочь в решении частных вопросов, с предложениями по развитию муниципального образования, а также проблемами, которые касаются большинства людей. Вопрос обеспечения теплом, горячей водой, связанный с деятельностью компании «Теплоземли». Здесь эти вопросы в АНОВГА и в ЭСС всегда стояли остро, потому что это единственный источник. И, конечно, очень много вопросов всегда вызывает. Сделал вывод в том, что недостаточно активно и руководство компании «Теплоземли», наверное, Министерство по жилищно-коммунальному хозяйству и, безусловно, администрации района, работают с тем, чтобы все возникающие вопросы там и хотя бы их решение доводить до населения. То есть есть совершенно такие, вплоть до того, что по каждому домохозяйству они есть, связанные с технологическими схемами, с подачей воды. И это не обсуждается, это выносится на уровень губернатора, потому что местные власти вместе с ресурсоснабжающей организацией этим напрямую не занимаются. Поэтому, конечно, здесь будет целый ряд поручений для того, чтобы эту работу проводили. В течение 10 дней в район приедут представители ресурсоснабжающей организации и Краевого министерства ЖКХ, чтобы встретиться с жителями и проинформировать о текущей ситуации и ответить на все вопросы. Учитывая месторасположение Высинского района, много вопросов, связанных с сельским хозяйством и с христианско-фермерскими хозяйствами. Мы сегодня очень много говорили по деятельности ЗАО «Бысинская» бывшая, сегодня это МУП, который занимается. Нам удалось действительно общими усилиями деятельность этого хозяйства восстановить. Но сейчас возникает вопрос, связанный с пастбищами, с заготовкой кормов, в связи с тем, что этих пастбищ не хватает уже для крестьянско-фермерских хозяйств. Очень много вопросов, связанных с финансовой помощью этим фермерским хозяйствам. Конечно, целый комплекс, и здесь тоже будет целый ряд поручений в адресе Министерства сельского хозяйства. На встрече с депутатским корпусом Владимир Илюхин обсудил проблемы обеспечения жильем специалистов, приезжающих на работу в районную больницу, школы и детские сады. Здесь три года назад мы послали два жилых дома в ВЭСА. Второй дом сейчас заканчивается строительство в Анавгай. Этого явно недостаточно. Мы выяснили, что сегодня даже по бюджетникам служебного жилья не хватает. Речь идет и о больнице, и о школе ВЭСА. Поэтому, с этой точки зрения, полагаю, возможным на следующем году приступить к строительству здесь 16-ти квартирного дома, для того, чтобы эту проблему снять. Кроме того, губернатор отметил, что правильным решением будет создать здесь этнокультурный центр. Дело в том, что здесь базируется национальный ансамбль «Нургор». Это известный коллектив, очень уважаемый коллектив. И давно стоит вопрос, и руководством этого коллектива стоялся вопрос о том, чтобы у них появилась своя база. И сегодня я просил бы рассмотреть этот вопрос в части того, чтобы здесь появился этнокультурный центр, где мог бы этот ансамбль базироваться. Подводя итоги рабочей поездки, губернатор акцентировал внимание на том, что представители краевых министерств должны чаще выезжать в районы и встречаться с жителями, чтобы люди своевременно могли получить помощь по тем или иным вопросам.